Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Террористы отказываются вести переговоры о линии разграничения. Лидеры группировки боевиков ДНР заявили, не будут договариваться, пока украинская сторона не отведет тяжелое вооружение от Донецка. Напомню, ранее спикер СНБ Андрей Лысенко заявлял, как только боевики выполнят первый пункт минских договоренностей о прекращении огня, можно будет говорить о реализации других невыполненных пунктов. В Гаге парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о поддержке суверенитета и демократии Украины. Страны-участницы Альянса констатируют вмешательство Кремля и называют его главной причиной вооруженного конфликта на Донбассе. НАТО призывают усилить санкции против России. Ассамблея призывает Москву прекратить попытки дестабилизации ситуации в Украине, публично призвать сепаратистов сложить оружие и немедленно освободить всех захваченных украинских граждан. От России требуют включиться в настоящие переговоры с Киевом и вернуть Крым под украинскую юрисдикцию. Страны-члены Альянса призывают Кремль прекратить грубые и массовые нарушения прав человека, остановить пропаганду, которая разжигает агрессию против Запада и шовинистические настроения среди русского населения. Также Ассамблея настоятельно рекомендует Российской Федерации приложить все усилия к выполнению минских договоренностей. МИСТРАЛИ МИСТРАЛИ пока не передадут России. Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, сейчас нет необходимых для этого условий. Проблема в ситуации на востоке Украины, в частности в том, что Россия никак не способствует разрешению конфликта, а также в прямом или косвенном присутствии российских войск на Донбассе. Дания вводит безвизовый режим для украинцев, но только для тех, у кого будут служебные биометрические паспорта. Такое заявление сделал спикер МИД Украины Евгений Перебенис. Перечень граждан Украины, которые получат право на упрощенное оформление бесплатных и многоразовых виз, будет расширен. Усовершенствует и порядок оформления виз для представителей СМИ. Граждане, живущие далеко от ДИП-представительства, смогут получить право на срочное трехдневное оформление визы. Итальянского доктора, который заразился Эболой в Сиролеоне, привезли в Италию. Врач был доставлен к борту Министерства обороны Италии под усиленным присмотром и при повышенных мерах безопасности. Пациента перемещали в автомобиле в условиях строгой изоляции. После этого его отправили в институт по инфекционным заболеваниям. Там врач будет проходить дальнейшее лечение. В итальянском Минздраве отмечают, мужчина лечил больных Эболой вместе с благотворительной группой. Жертвами самой масштабной в современной истории эпидемии уже стали почти 5,5 тысяч человек. Наибольшее число заболевших и умерших в Либерии, Сиролеоне и Гвинеи. Это были все новости на данный момент. Мы будем следить за развитием событий. До встречи в 17 часов.